Больше не секрет, почему у Добронравова и Пахматовой на самом деле не было детей. Умер автор прощальной песни Олимпиады 80 «До свидания, Москва» Николай Добронравов. В браке с композитором Александр Пахматовой он прожил 67 лет. Вместе они написали свои самые известные произведения. Собянин сообщил, что Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище. Советский российский поэт-песенник, супруг композитора Александры Пахматовой, Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. По данным издания, причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Однако, дополнительных потребностей подробностей не приводится. Российский певец Юлиан в беседе с журналистами рассказал, что последние годы жизни поэт Николай Добронравов тяжело болел. У него были серьезные проблемы с ногами. Он не мог встать с кровати. Артист очень плотно работал с ним и его супругой Александрой Пахматовой. Для нее новость о смерти поэта стала настоящим ударом. Конечно, новость шокировала, хотя я понимал, что исход возможен. Он тяжело болел целый год, он не вставал из-за проблем с ногами. «Сейчас надо переживать о здоровье Александра Николаевна. Они были единое целое, как в песне «Ты моя мелодия, ты мой преданный орфей», которую Николай Николаевич написал когда-то. Так они всегда и жили. Поэтому для нее эта новость – огромный удар», – рассказал мужчина. После смерти поэта о главной тайне звездные читы вновь заговорили. Николай Добронравов и Александр Пахматов воспитали для отечественной эстрады не одно поколение талантов. Однако родных детей пара так и не завела. Спустя годы на эту загадку прессе удалось пролить свет. Горькая весть о смерти поэта омрачила дом двух советских легенд. 94-летнего Добронравова не стало 17 сентября. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Соавторы хитов «Как молоды мы были» и «Команда молодости нашей» прожили вместе почти 67 лет. Но, увы, в доме советских легенд ни разу не раздался плач младенца. Поклонникам осталось только гадать, почему так вышло. Ведь сама Пахматова болезненную тему старалась замалчивать. Долгое время считалось, что любимая миллионами пианистка еще в молодости тяжело заболела. Недуг не позволил ей испытать радость материнства. По другой версии, пара так была увлечена творчеством, что целиком посвятила себя ему. Песни стали главным наследием супругов. Субтитры создавал DimaTorzok